Всем здравствуйте! Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня будем готовить простой рецепт. У меня очень мало времени сегодня на приготовление ужина, поэтому готовлю быстрый рецепт риса с кабачками и мясом на сковороде. Такой вот рецепт палочка-выручалочка для любой хозяйки. И, кстати, вместо риса можно попробовать даже добавить гречку или макароны. Я думаю, тоже будет очень вкусно. Поэкспериментируйте и обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. А я сейчас покажу вам, какие продукты нам нужны. Итак, нам потребуется немного фарша, у меня это свиной, но можно любой, чеснок, морковка, лук, примерно столовая ложка кетчупа, стакан риса, кабачок, а также здесь у меня горчица, тоже потребуется немного, примерно столовая ложка, соль и специи по вкусу, конечно же, и также потребуется еще растительное масло для жарки. Сначала ставим отвариваться рис. На стакан риса я беру стакан воды и подсаливаю немного и готовлю на маленьком огне под крышкой до готовности. Сначала обжариваем лук на небольшом огне, нужно дать ему немножко подзолотиться. Вот как только лук у нас начинает немного обжариваться, добавляем сюда натертую на мелкой терке морковку. И обжариваем еще несколько минут. Морковка у меня поджарилась, добавляю сюда кабачок. Сейчас кабачок пустит сок, нужно дождаться, чтобы этот сок выпарился, ну и кабачок должен тоже немного обжариться. Вслед за кабачком добавляю фарш, перемешиваю все. На данном этапе можно добавить петчуп, все посолить и добавить специи. Из специи я добавляю душистый перец, немножко прованский страв и, конечно же, паприка. И обжариваем, пока не посветлеет мясо. Так, мясо у меня здесь уже поджарилось, поэтому пришло время добавить рис. Он полностью готов. Также на данном этапе добавляем измельченный чесночок и столовую ложку или две горчицы. Смотрите по своему вкусу. Теперь нужно готовить на самом минимальном огне, примерно 10 минут, под крышкой. И все, можно будет подавать. Вот такое блюдо у меня сегодня получилось. Рассыпчатый классный рис, сочное мясо. Тут котики у меня уже просят подать им ужин. Поэтому не буду много болтать. Огромное спасибо вам за просмотр. Приготовьте этот простой и быстрый рецепт. Надеюсь, вам он понравится и пригодится. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok